Обзоры всех полуфиналов чемпионата мира по хоккею 2023 года. С тебя как всегда один лайк и твоя подписка, ну а мы начинаем. Первый матч, который сегодня обсудим, проходил между сборной Латвии и Канады. Счет в матче в середине первого периода открыла сборная Латвии. Данс Лотчмелес подобрал отскок и отправил шайбу в пустой угол ворот. Счет становится 1-0 в пользу Латвии. Канада долго не могла забить свою первую шайбу, но на 35-й минуте 32-й секунде они все же это сделали. На этот раз отличился Сэмми Бле. Ну а счет в нашем матче становится равным. Но меньше минуты понадобилось сборной Латвии, чтобы вновь выйти вперед. Рудольф Балцерс делает счет 2-1. Больше заброшенных шайб во втором периоде не было, поэтому переходим сразу к третьему. И в самом его начале Канада забивает вторую шайбу в этом матче. На этот раз отличился Джек Куин. Ну а счет уже становится равным 2-2. А на 49-й минуте матча Канада выходит вперед. Шайбу забрасывает 18-летний нападающий Адам Фантилли. Он разобрался с соперником и с близкого расстояния пробил Шилова. И как бы Латвия не хотела победить в этом матче, но у них этого не получается. Итоговую шайбу на последних секундах матча забросил Скоут Лоутон. Он это сделал в пустые ворота. Окончательный счет матча 4-2 в пользу Канады. Они вышли в финал чемпионата мира. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором выходят новости НХЛ, КХЛ и чемпионата мира каждый день. Не забудь подписаться. Второй полуфинал, который сегодня мы обсудим, проходил между сборными США и Германии. И уже к 4-й минуте матча США повели со счетом 2-0. Первая шайба залетела уже на 1-й минуте 11-й секунде. Ее забросил Алекс Так. После чего на 3-й минуте 56-й секунде вторую шайбу для США забросил Рокко Геймальди. Однако Германия просто так не сдавалась. На 12-й минуте 22-й секунде они забросили первую шайбу. На этот раз отличился Фредерик Тифельс, но на 16-й минуте первого периода они сравняли счет. Шайбу забросил Максимилиан Шубер. Во втором периоде была заброшена только одна шайба. На 28-й минуте 47-й секунде США повели со счетом 3-2. На этот раз отличился Майки Эйсимонт. Но самое интересное, что немцы сняли вратаря за полторы минуты до финальной сирены. И в формате 6 на 5 они забили и сравняли счет в этом матче. Шайбу забросил Марцель Небельс. В итоге в основное время команды сыграли со счетом 3-3. И наша игра переходит в овертайм. Но проходит ровно 7 минут 32 секунды овертайма. И Германия забрасывает победную шайбу. Они побеждают США со счетом 4-3 в овертайме. И неожиданно для всех выходит финал чемпионата мира. Теперь в финале они сыграют против сборной Канады. Что думаете по поводу результатов, дайте знать в комментариях. Ну а если ты досмотрел до конца, то поставь обязательно лайк и подпишись на канал. Большое спасибо!